мы с моим другом андреем бледным всегда ратовали за как это сказать русскую музыку действительно русскую несмотря на то что мы занимаемся таким около рэпом который пришел запада тем не менее мы хотели и наставили всегда на том что это вложить в это какой-то русский код и нам пришла идея сделать что называется русский альбом задача такая что человек с любого уголка земли послушав эти песни мог бы как-то проассоциировать это с нашей страной с нашей культурой может быть это слишком пафосно или или мы много на себя берем но тем не менее такая задача стоит и к сожалению за последние там несколько десятилетий таких задач на нашем музыкальном рынке не слишком часто ставили мы устремлены в будущее мы сами будем это будущее делать поэтому садкова 3000 и это не фольк сборник это очень разноплановая музыка но с фольковым привкусом при том она такая по своему наполнению больше казачья разбойничья но у нас все-таки тоже отдельная часть русских песен это песня такие немножко боевые такие в меру разбойничьи и вот она как раз очень хорошо в это все вписывается у нас на руси всегда сочувствовали там этим лихим людям бронемир для меня это русская музыка но я не могу по вот если бы мне попросили расписать я даже не знал бы как это но есть коленов мост из коленов мост из группа афинаш мы все знаем да они все кстати участвуют в садко 3000 но вот в чем это дело в текстах в инструментах сила сердечная как башлачев пел мне кажется что это такая основная категория который можно определять русскую песню будь то боевая песня плясовая или песня там лирическая или просто вот это застольная в русской песне есть вот эта сила сердечная русские песни очень душевно русские песни невероятно витальны и наши люди люди цепляют гораздо больше есть какой-то наверно общий вот этот гармонический ход ну какие-то за значит есть нара какой-то дальше то есть по музыке говорит у там есть какие тут гармонии которые тебя цепляют а то что мы сами можем достать вот эти пыльные инструменты оказывается то что они вполне себе звучат как это бледные всегда говорит мох это мох вот же они звучат вполне себе актуально очень интересные там музыкальные ходы и мелодии то есть в основном слушаешь западную музыку чтобы хватку не терять чтобы это образовывать да конечно потому что зачем ну там да я я раньше же начинал говорят и расплакаться не можешь из-за какой-то красивой песни расплакаться нет нет молодых британцев нет нет не могу я могу вас хититься красотой мелодии я могу поверить чуваку который страдает я очень люблю когда вот это исповедальное что-то это прям чувствуется а кстати это тоже один из критериев от русских песен что нравится там все-таки во многих песнях есть это исповедальность такая она вот очень сильно это меня тоже цепляет и вот эта искренность в эмоциях там когда у то просто ну такой душевный парень но русским может быть и рэп да вполне русский может быть и фанк так рэп это всего лишь форма и эта форма это жанр содержание может быть каким угодно если помнишь там как было в русском рэпе даже на рубеже нулевых и десятых когда вот эта омская формация появилась там бледные ранние гроты ну вот эта вся тема с засадой меня это искренне удивило что оказывается рэп это просто форма а идею можно подавать какую угодно но я думаю что если на это ввести достаточную моду там не только избирательные меломаны подтянутся но и все остальные потому что когда ты рейв хаос это были музыкальные направления которые рождались в глубоком андеграунде и никто не думал что они когда-то выстрелят industrial тут же там тоже все это зарождалось в глубоком эзотерическом подпуле кстати вообще большая проблема вот именно с людьми которые нормальные прям у которых такие традиционные взгляды на жизнь у которых есть родина у которых нет вот этих всех биполярок каких-то там прочих терзаний вот сейчас вообще по моему вот это андеграунд и есть быть таким сейчас уже просто до обычный музыкант это какой-то такой чувак у которого там куча психологических проблем вот и просто курс на такую андрогинность идет прямо сейчас тяжелое время наша задача музыкантов как раз равнять эмоциональное состояние людей которые остались с нами остались здесь которым здесь жить и нам надо изобретать лекарства вот именно лекарства которые могли бы вылечить их в тяжелые кризисные моменты у нас есть шанс быть в этом мире вот таким островком андеграунда где люди хотят встречаться друг с другом выражать детей и никуда не уезжать ты мог бы привести какие-то примеры когда просто вот жизнеутверждающие мы сколько угодно на западе таких найдем а вот в россии чтобы ну просто как бы ребят у ребят в принципе хорошее настроение и это не раздражает не ли не такого нету я не помню я не помню да наши люди даже регги не умеют играть саша 2 кто саша 1 а skyr 2 тускай ради русская культура это атмосфера который я дышу моя песня называется три богатыря это такая своего рода мантра вот я как нащупала этот образ естественно из детства из детской картины три богатыря мы все ее хорошо знаем так над ним и стал работать поставив себе задачу сделать это максимально просто по словам это должны быть очень простые образы и слова я всегда слышал вокруг себя правильную русскую речь от моих родителей от дедушки и бабушки и у нас в семье была культура русского языка это конечно песни которые прямо с детства стали моими которые я пою всю свою жизнь я позволил себе окунуться в некий поток и по нему идти тем более что три богатыря это моя любимая картина с детства я продолжаю читать нашу русскую классическую литературу я продолжаю изучать нашу русскую историю я постоянно учусь и даже рок-н-ролл мой который казалось бы изначально был оттуда к нам привнесен тем не менее с годами становится все больше и больше моим потому что он связан для меня с русским мелодическим стилем с русским языком я хотел чтобы это был новый скляр который рассуждает музыкально и поэтически в рамках поставленной творческой задачи а вот что получилось это зрители и слушатели оценят невозможно сказать какой должна быть русская музыка потому что никаких правил здесь быть не может но я уверен в том что современная песенная культура должна обязательно обращаться к корням нашей русской песенной музыки то что тогда это интересно получается музыкант и купец только поддерживаем идею чтобы наши музыканты зарабатывали чтобы был хороший стриминг на своем творчестве это замечательно мне в общем сперва подумалось что русская музыка это такая музыка экстремумов эмоциональных духовных то есть музыка крайних состояний типа она может выражать либо очень радостное чувство чувство там гордости чувство счастья на пределе либо очень чувство печальное горе и на том же самом на той же самой предельной величине вот но потом я вспомнил например про группу сектор газа любимую нами и например вот в песне бомж какая там вот какой там эмоциональный экстремум ему как бы печально но он такой в стадии принятия он смирился со своей судьбой обычно мы спрашиваем а кто еще участвует в проекте или там а кто выступает там еще на фестивале в этот раз я ему по моему даже не задавал такого вопроса потому что я был уверен что все там будет классно и участники все будут достойные интересные пример там группа король и шут ныне снова актуальная она тоже вот песня злодеи шапка мне кажется вывод в мою парадигму не сильно укладывается то есть это какая-то такая парадигма которая работает только для высоких сфер культуры вот но потом я вспомнил один эпизод я на самом деле я очень люблю еще во времена форумов я читал ветку посвященную обсуждению творчества михаила круга я помните рассказывал как-то раз и там один из собеседников пишет что круг ваш это полная ерунда может он про сообщество вот михаил круг ваш это полная ерунда значит все это уголовщина и романтизация там блатной жизни на что ему другой собеседник отвечает что у круга есть не только блатные песни у него много лирики а если говорить тебе круг не нравится то ты не русский вовсе и души у тебя нет короче да тогда тем более скромничать не буду мне кажется что благодаря слушанию группа афинаш человек может и свой музыкальный на вкус развить потому что в ней заложено столько интересных моментов которые в дальнейшем могут натолкнуть на какие-то новые музыкальные поиски то есть с ней не все сразу очевидно это музыка которая требует погружения сопереживания сотворчество даже вот в каком-то смысле как мы любим говорить поэтому если значит творчество михаила круга в том числе и лирика человеку не нравится то выходит что он не русский и души у него нет мне кажется вот в разговоре о русской музыке это вот наиболее такая полная характеристика а еще помнишь в этом в фильме брат когда он салтыковой замутил она ему включила свою музыку он берет на войне такое не слушают как сереж сказал песня действительно довольно сложная там и игра с размерами и с гармониями но слушается композиция легко но она довольно длинная 5 чем-то минут она длится при этом нет ощущения что ты слушаешь какой-то непролазный прогрессив то что вот мы участвуем в проекте садко 3000 ну лично меня это смотивировало приложить дополнительные усилия вот чтобы вытащить на запись хор влаамского монастыря и вот на мой взгляд получилось более чем достойно мы попробовали в нашем номере такой сделать микс академической музыки духовной музыки с рок музыкой с этническими мотивами которые именно группе афинаш присущий то есть нам то интересно чтобы люди слушали песню раз за разом и каждый раз в ней находили что-то новое не то что вот первый раз песню послушал все сразу же понял потом переслушал еще скажем 35 раз и в общем все она уже надоело хочется чтобы и на какой-то там десятый раз слушатель что-то услышал новое там в музыке в тексте какой-то смысл для себя открыл новый какую-то проходочку балалаки скажем вот мне кажется что удалось этого достичь участие в проекте она стала таким толчком мы уже может четвертую песню заканчиваем благодаря тому что вот получили такой толчок виде работы над песней кролик она помимо хора конечно же у нас еще там играет гоша нефедов это балалайшник виртуоз я думаю что один из лучших балалайшников в россии да ну я думаю что и наверное и в мире где у нас есть еще балалайшники я не буду раскрывать содержание композиции но я расскажу историю которая отпечаталась в моей памяти история из детства мы однажды ночью ехали с отцом по ночной трассе и вдруг на дорогу выскочил заяц и он попал в свет фар автомобиля отец остановился дороге но машин не было других и сказал что я могу выйти из машины и пойти за зайцем и я вышел и заяц очень долго двигался в круге света а я шел рядом машина ехала потихоньку и потом отец выключил фару включил обратно и зайца уже не было когда я сел в машину он мне сказал что зайцы когда попадают в круг света они не могут выпрыгнуть за его пределы потому что перестают воспринимать пространство которое находится за пределами вот этого светового кольца позже я для себя очень много смыслов конечно нашел в этом во всем а еще знаешь какой прикол с темой его никогда нельзя ровнять даже если он криво прочитал на берешь его выравниваешь и все а может да он уже все обваливается да я такой вот наш трек совместно на вторую долю вот это за рай строка и вот до самого раза но для меня русская музыка это так или иначе музыка на которой мы выросли которую мы слышим услышали в детстве в подростковом возрасте по большей части это русский рок песня называется горда река вот это слово видоизмененное слово горда реки и этим словом норманны скандинавские северяне они называли земли земли восточных славян у меня например было ощущение такое когда я впервые в жизни попал в руки альбом группы калинов мост он назывался оружие у меня было ощущение что вот это и есть фолк то что называется фолк хотя это наверное не совсем так но ощущение меня на тот момент было такое то есть для меня русская музыка это русская песня русская музыка это там музыка эти песни которые работают с историческими образами с какими-то изначальными образами из без были из каких-то древних песен хотел показать свое но восприятие как бы ну наши национальной идентичности то есть там в припеве есть такие слова медведь в ушанке водка матрешка балалайка вот то есть я собрал как бы вот эти все стереотипные вещи и я их перечеркиваю также в припеве то есть играешь на гармошке собираешь лайки эти байки мне попробую впарить к без вариков моя земля моя горда река с рэпером ричи вот мы знакомы уже много лет познакомились мы в свое время на донбассе вот во время наших выступлений там вот и с тех пор мы так или иначе несколько раз взаимодействовали записывали записали несколько совместных песен вот и он ко мне обратился до какое-то время назад и предложил поучаствовать в сборнике садко 3000 который вот должен был позиционироваться как фолк или не фолк и но при этом как бы полная свобода творчества то есть каждый понимает под этим что-то свое абстрагируясь вот от вот этих символов псевдо символов нашей народности до таких избитых и дальше у меня там есть два куплета которые но первый куплет посвящен так или иначе творчеству николай степанович гумилева моего любимого поэта там есть образы как бы перед ну там я его вспоминаю как бы по имени там есть образы перекликающиеся с его поэзией на во втором куплете я ухожу больше в русскую историю вот до до момента битвы на куликовом поле как бы это по школьному не звучало мне показалось что мне удалось все эти вещи зарифмовать и преподнести как-то ну нестандартно красиво интересно вот вот в моем понимании это была такая фолк песня у меня как раз незадолго до этого ко мне обратились девушки из настоящего фолкового коллектива то есть это три вокалистки песенницы исполнительницы народных распевов их собирательницы вот группа называется deep folk они ко мне обратились предложили тоже какую-то совместную работу вместе сделать и у меня на руках были эти их распелы и я ими поделился со своим другом с битмейкером андреем китом и он нас на основе одного из этих распевов сделал бит первый куплет получился исчерпывающим и второй должен был быть немного о другом но это часто бывает при написании песен так или иначе песня называется гордарика вот она выйдет на этом сборнике надеюсь она всем понравится русская музыка это в первую очередь для нас как для композиторов возможность писать писать и посредством творчества общаться с нашими соотечественниками с русскими людьми делиться с ними тем что близко нам и возможно вкладывать в их головы что-то полезное как-то возбуждать их жизни обычно все начинается с какой-то костиной мысли какой-то музыкальной фразы или уже готовый именно гитарной аранжировки которую он предлагает а после чего уже я стараюсь как-то себя к этому применить и отталкиваясь от этого рождается и мелодия и текст русский язык для написания песен он довольно он довольно сложный потому что условное количество слогов в русских словах она в целом превышает в среднем количество слогов допустим английском языке очень важно передать слушателю эффект кинематографии чтобы он у него возникали зрительные образы ощущения чтобы человек который возможно даже никогда не ехал не ездил в поезде ощутил это мы записываем целый альбом наш первый альбом на русском языке и все песни с этой пластинки русские от макушки и до пяток поэтому на самом деле любая песня из того чем мы сейчас занимаемся подошла бы для сборника садко мы предложили несколько вариантов решили остановиться на песне по дороге домой так наш барабанщик юра хоменко у которого большой опыт игры в ансамблях в оркестрах вообще в принципе упраздняет барабаны для этого трека они звучат как что-то оркестровое литоврическое там есть треугольник там есть палочки с мягкими набалдашниками там есть очень редкие удары в медь и фактически отсутствующие классический ритм хэд рабочий бочка все это как раз для того чтобы перенести человека вот в это условное купе и через звуки даже барабанов вместо того чтобы транслировать на слушателя непосредственно ритм мы стараемся добиться того чтобы транслировать на оного ощущения некий эмоциональный ряд в него поместить песня по дороге домой была написана нами довольно давно мы написали находясь на урале в городе сесерть под екатеринбургом в ней есть на мой взгляд как раз таки то что необходимо для в целом наверное русской песни там хороший текст запоминающаяся мелодия и поэтому мы выбрали ее а также русские люди живут на просторах нашей бескрайней родины и всем так или иначе приходится путешествовать куда-то ехать коротать время в поездах автобусах самолетах поэтому такая дорожная песня откликается должна во всяком случае откликнуться в душах наших соотечественников это простая песня мы старались чтобы она и в плане музыки и в плане мелодии и в плане текста была простой а не примитивной а именно простой надеемся что у нас это получилось проверим когда садко 3000 выйдет просто сложно да не наоборот многие делают сложно простом мы делаем просто сложно русская музыка должна быть громко в то же время уютный свободный концентрированный все прошло так легко и гладко мы очень быстро записали гусли очень быстро расставили звуки нашли атмосферу вообще очень мне кажется это одна из самых простых и приятных записей которые вообще у меня только случались я писала финальную колыбельную для своего старшего брата и эта песня очень долго лежала наверное лет 12 и после этого позвонил андрей это было лето позвонил андрей бледный и рассказал о проекте и я сразу вспомнил про эту песню и предложила ее это та история которая важна всегда потому что это мы это про нас и совмещать именно то откуда мы и то где мы очень нужно и прямо сейчас в том числе была основная задача получить удовольствие от процесса и я уже получила удовольствие во время процесса во время записи во время сведения дальше мне бы хотелось чтобы песня существовал уже вне меня просто люди находили свою историю в ней наверное вот такая моя задача помнишь был такой а ты куплеты бледного слышал нет офигенные но я я хочу целиком просто офигенно там вот это тут нету ростоманов только наркоманы 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 дата камера плюшка ли тебе вообще русская музыка что это за понятие она вообще существует да безусловно она ни на что не похоже она абсолютно самобытно авторская аутентична и не имеет аналогов в мире я много раз в этом убеждался до музыкальная основа определенная до сопоставления но от мелодика у нас абсолютно авторская вот русской музыки она узнается сразу настроение атмосфера да у нас песни она прямо конкретно именно русская такая вот русская тоска локтями вот в стол до в пять утра вот это вот да и вот как у нас всегда это присутствует конечно ритмика определенная которая совершенно не ложится на современную рок-музыку например да я всегда жаловался на это что рок-музыку очень сложно делать на русском языке потому что наш язык для этого не предназначен но тем не менее ты занимаешься рок-музыка это очень криво косо на самом деле потому что мне гораздо больше все нравилось на английском языке делать музыку рок-музыку она хорошо звучит а русский язык он сразу из нее делает какой-то на такой-то он угловатый да получается но фолк зато на нем звучит идеально а наша русская рок-музыка она вообще не имеет аналогов в мире потому что в принципе это продолжение авторской песни то есть эта песня под гитару костра за поэтому у нас первые рокеры это как раз там галича куджава высоцкий в первую очередь естественно все вот эти ребятушки и зачастую я всегда говорю что когда люди начинают песни под гитару писать и петь да кто куда уходит в рок-н-ролл или в шансон зависит от того какой тебе напиток вовремя налили идеальное сочетание вообще фолковой культуры с металлом то что вот надо там скандинавы давно это используют да сейчас монгольские группы появились какие-то там тяжелики какие-то на монгольском языке монгольские песни исполняют это очень круто слушается я считаю что русская песня как раз ну вот народная прям такая деревенская она идеально будет ложиться на тяжелях прямо такой такой прям брутальный как тебе идея вообще русского альбома кажется она тебе актуальна и нужна и сейчас да я еще 10-15 лет назад говорил что когда всех хаяли русскую музыку я говорил что ребят ну во первых родину надо любить это правда как бы это пафосно не звучало но это просто по человечески по совестному надо родину любить вот и надо родиной гордиться у нас прекрасная культура на которой можно очень много всего взрастить и сделать она реально уникальна поэтому я считаю что это это правильный здоровый патриотизм давай про трек расскажем сокол раскроем секрет что это текст моего отца и мне показалось вот что или я прочувствует его и так вы и случилось расскажи это был главный момент как ни странно потому что для меня вот эта связь поколения она очень имеет большое для меня значение и это вот я с отцом был очень тесно связан в своей жизни он для меня было и друг величайший учитель первый такой прям ну не знаю я к нему был очень привязан к отцу и я ее послушал на повторе раз десять и просто потому что у меня ну как случился очередной как диалог с папой вот благодаря тебе и ну и то что все продолжается для меня это было конечно невероятно вот даром что не плакал но я уже просто выплакал все вот но это был для меня мощный момент и мы едем надо как-то кого-то ну как-то друг друга развлекать в дороге мы давай песни петь друг другу значит давай мы говорим через одного то есть ты нам будешь мексиканские песни петь а мы тебе русские и началось понимаешь и тут выяснилось очень много и выяснилось что значит что не песня мексиканская ну естественно переводится значит о чем она там парень влюбился в девушку он познакомился с мамой подарил ей там не знаю колье там кольцо они поженились много детей все счастливы следующая песня там парень под балконом объясняется в любви девушки там парень там танцуй с девушка у нее любит ролевать цветы и начала началось объяснение наших русских песен голубой вагон бежит качается твою мать про вагон который уходит в вечность понимаешь там какое то есть все скоро умрут и в то есть клуб мы все умрем начал свое значит заседание песня про чебурашку эта песня одинокой игрушки мутанта которую все бросили которая страдает от одиночества степь да степь кругом блин стервятник кружит над умирающим почтальоном в снегу это там черный ворон и то есть что не песня крылатые качели вообще повеситься просто там это есть вот русская песня это вот смертная душевная тоска может когда которая нас бодрит и греет на которой мы выросли поэтому мы непобедимы потому что у нас психологическая закалка с детства такая которая другим и не снилась послушайте возможно вам понравится и и Субтитры сделал DimaTorzok